Ну а теперь что на земле. Наша группа успела поработать и на передовой, которая теперь за древним городом. Операция по освобождению Пальмиры началась практически сразу же после того, как древний город вновь захватили боевики. Радикалы воспользовались тем, что основные силы сирийской армии были задействованы в операции по освобождению Алеппо. Террористы ИГИЛ были остановлены у сирийской военной базы Т-4. Ситуацию удалось стабилизировать. На то, чтобы выбить боевиков из Тадмора, это арабское название Пальмиры, второй раз, у правительственных сил ушло около двух месяцев. В ходе атаки боевиков ИГИЛ потеряли господствующие высоты у Пальмиры. Для того, чтобы вернуть под контроль древний город, необходимо было уничтожить террористов, которые оборудовали огневые точки на горных хребтах. Задача сложная, если учитывать тот факт, что сирийская армия не располагает здесь превосходством в живой силе. Боевики псевдо-халифата бросили на Пальмиру отряды из Раки и Дерризора. Резервы главари ИГИЛ отправляли из Ракского Масула. Бойцы сирийской армии действовали при поддержке российской авиации, но не только летчики обеспечили условия для победы. Здесь работали и советники, и специалисты российских сил специальных операций. Впервые в эфире эти кадры. СССР – элитное подразделение вооруженных сил России. Каждый боец – уникальный специалист. В мире таких единицы. Силы оснащены самым современным оборудованием и вооружением. Во многом благодаря этим людям мир может снова видеть памятники древней Пальмиры. Силы специальных операций проводят разведку и наводят на цели авиацию. Вот видео попадания бомбы в командный пункт боевиков псевдо-халифата у Пальмиры. Боеприпас попадает точно в здание. Без поддержки офицеров сил специальных операций бойцы сирийской армии и союзники просто не смогли бы вернуть под контроль древний город. Здесь правительственные войска столкнулись с хорошо обученными и экипированными отрядами террористов ИГИЛ, которые долго готовились к противостоянию. Умело использовали рельеф для того, чтобы укрываться от ударов артиллерии и авиации. К тому же располагали собственными танками и самоходными арт-установками. И там, где не могли справиться сирийские военные, условия для наступления обеспечивали российские специалисты. Скрытно, в темное время суток срывали наступательные операции радикалов. Точечными ударами бойцы сил уничтожают опорные пункты террористов. Вот на видео боевики ИГИЛ. Они находятся на господствующей высоте, которая оборудована фортификационными сооружениями. Там обваловка, окопы и блиндажи. Даже после артподготовки без потерь взять под контроль эту позицию силами сирийского штурмового подразделения крайне сложно. Бойцы сил специальных операций, используя высокотехнологичное оборудование, системы наблюдения и наведения уничтожают террористов. Теперь бойцы сирийской армии занимают эту высоту без потерь. После удара сопротивления нет. Также военнослужащие ССО не давали террористам эффективно использовать смертников на автомобилях, которые начинены взрывчаткой. Цель! Джихадмобиль, дальность 2000. Огонь! Вот ССО в действии. Офицеры сил контролируют обстановку на поле боя. Информация, которую они передают на пункт управления, позволяет командованию быстро принимать эффективные решения. Боевики часто даже не понимают, откуда по ним ведут огонь. Выстрел! Вот бойцы сил на поле боя. Наводят штурмовую авиацию. Уничтожают террористов, пока те только готовятся к контратаке. Благодаря специалистам и командирам сил специальных операций, боевики ИГИЛ не смогли эффективно использовать танки у Пальмира. Потеряли ключевые высоты, в частности и эту, где находится древняя цитадель.